Давно хотел сделать видеобзорчик небольшой фоторюкзака F-100 Ptelopa. Он у меня уже во владении больше года. Хотел поделиться своими впечатлениями. Как я купил этот рюкзак? В общем, когда мой прохудился, мне пришлось выбирать новый фоторюкзачок, но со старым фоторюкзаком было неудобно, потому что он был не сильно большой, не сильно вместительный, ну и очень неудобный в ношении. То есть там было всего две лямки, которые оттянулись, поломались крепления. В общем, было как кое-что, кое-где болтался. Долго искал рюкзак, пока мне Михаил Боярсков не подсказал посмотреть в сторону конторы F-100 Ptelopa. В общем, я выбрал оранжевый цвет для того, чтобы фоторюкзак был везде заметен, в лесу, на снегу, где-то в походах. То есть он всегда выделяется, он всегда заметен, потому что он яркий. В городе, конечно, минус, потому что ты выглядишь с этим фоторюкзаком, как заблудившийся турист, или как будто ты только что вернулся с гор. Основное преимущество, ну даже не то, что основное преимущество вообще, есть мнение, что эти фоторюкзаки сделали фотографы для фотографов. Причем те фотографы, которые катаются на сноубордах, катаются на лыжах, ходят в горы, в общем, ведут активный образ жизни. Внешняя оболочка и внутренняя вставка. Внутренние вставочки отличаются по размеру, по объему. В общем-то, называется Small, Medium, Large. Есть еще XL, также они подразделяются по глубине, на различные модификации. То есть это все можно на сайте почитать, посмотреть. У меня сейчас Large Pro вставка. То есть, как можно увидеть, сюда вмещается минимум две тушки, иногда и три, вот, и плюс минимум три объектива. Также всякий различный бутер. Здесь небольшой карман для всякой мелочевки. Вот, и здесь для ручек, для всяких таких девайсов, перфораций. В этом рюкзаке упор сделан на безопасность. Поэтому доступ к фототехнике можно получить только со спины, только сняв рюкзак. То есть, если рюкзак будет находиться на вас, никто не сможет получить доступ до фототехники. Теперь поговорим о мелочах. У данного рюкзака есть куча различных карманов. Начиная от основного большого кармана, в котором я нашу всякую крупную мелочевку. Ну, производители заявляют, что сюда можно брать лавинный щуп и снежную лопату. Вот, если вы часто ходите в горы и катаетесь. До недавнего времени я не знал, для чего нужны вот эти вот штучки маленькие, вязочки. Но вы не поверите. Судя по всему, они нужны для того, чтобы зафиксировать лямки поясного ремня, чтобы они не болтались, не свисали. Ни в одном рюкзаке я этого раньше не видел. То есть, у меня нижняя лямка в основном не используется, ну, поясная. Поэтому я ее защелкнул сзади. Также есть два боковых кармана. Они на липучке. Ну, на липучке как? Липучка сделана для того, чтобы уменьшить объем, чтобы они не оттопыривались. Сюда, в принципе, от полутора литровой бутылки до различных мелочей. Сейчас у меня этот карман пустой. Вот. А в этом кармане, с другой стороны, у меня находится сумка со светофильтрами. Сюда можно что-то быстро съемность закидывать. Либо не очень нужная, но не сильно объемная. Сверху у нас два кармана. Это доступ, вернее, доступ в основной отсек мы получаем к оставшейся области, которая здесь у нас осталась, в фоторюбзаке. Там внутри есть карман. Мне сейчас не видно. Я сейчас не могу показать. Карман для либо гидратора, либо туда можно убрать на углу диаметром, диагональю до 15 дюймов. Здесь есть такой внешний карман для доступа к быстро-мелочёв. Всякие тряпочки, фонарики, запасные аккумуляторы. Всякая такая ерунда у меня там валяется. Причём нужно быстренько добраться. Здесь есть терсти для того, чтобы вывести гидролинию от самого гидратора и провести её здесь. И специальный фиксатор на ремне. Есть куча различных утяжек. Рюкзак полностью подстраивается под себя, под тело. В чём, ну, соответственно, не болтается, не мешается. Сидит по фигуре. На спине у нас система вентиляции. В первых моделях её не было. Сейчас её сделали, потому что спина очень сильно потеет. Из таких мелочей. Сзади есть таких две быстрых стяжки-нестяжки. Сюда можно либо ледорубы, либо верёвочку повесить, либо что-то ещё. Забыл сказать, что у нас есть небольшой-маленький карманчик. Небольшой-маленький. Маленький карманчик. Вот. Он, ну, практически не функционален. В обычном классическом понимании. Но сюда очень хорошо вставляется ножка из штатива. Вот здесь вот штатив фиксируется. И всё. Не зря я сказал, что этот рюкзак сделали люди, которые катаются. Они здесь предусмотрели такие мелкие-маленькие вещи. Вот. То есть, этот рюкзак можно брать... Вернее, в этот рюкзак можно нагружать лыжи. Здесь вот такие вот армированные вставки. Не вставки, даже армированные... Ну, я не знаю, как это назвать. В общем, штучки сюда лыжи вставляются. Фиксиаторами защелкиваются. С обратной стороны аналогичная ситуация. И всё. И вперёд. Вот. Можно также доску. То есть, вот здесь. Единственное, что они не армированы. То есть, в случае чего, это всё может перетереться. Ну, вот здесь вот и здесь вот. Зино сделано из очень прочного материала. То есть, вот за год использования нон-стоп практически ничего с ними случилось. Все молнии, всякие штучки, у всех есть вязочки, чтобы было удобно открывать, закрывать. У основных отсеков ставят большие молнии. У маленьких отсеков где-то вот просто прошитые молнии, сверху она ещё и водоталкивающая. У этого рюкзака ещё можно навесить сверху некоторые вещи. То есть, вот здесь вот есть две лямки с одной стороны и две с другой стороны. То есть, можно купить фирменное крепление в стоп, вот, которое будет позволять сверху и такие же штучки есть снизу. И снизу намешать ещё что-нибудь, то есть, типа, спальник, палатку, какие-либо другие вещи, которые туда поместятся. Хотел ещё добавить, что внутренний... Внутренний вынимается только через верхний отсек, то есть, так его не вытащить. Ну, и, соответственно, разного размера они бывают. То есть, смол примерно вот такой, медиум примерно вот такой вот, ну и ларкшин, собственно. Ну, видите, практически во весь рюкзак 50-литровый. Мои впечатления от этого рюкзака исключительно положительные. Вот. Из плюсов, ну, в общем-то, очень продуманы многие мелочи, стяжечки, фиксаторы и так далее. То есть, в реальности на этот фоторюкзак можно нагрузить очень много всего. Начиная от различных верёвок, не знаю, палаток, спальников, карематов и так далее. То есть, не то, чтобы... Не только внутри там достаточное количество места, но и сверху нужно много всего подцепить. Минусы? Минусы – это цена. Вот. С внутренней вставкой Large Pro монет в фоторюкзак обошёлся в 450 долларов. Ну, в месяц с доставкой. В России эти фоторюкзаки никем, нигде не представлены. То есть, поэтому покупка происходит непосредственно на сайте производителя. Доставка либо из Китая, либо из Европы, но в основном из Китая. Вот. Вот как-то так. Всем пока.